Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 28 сентября. Мэри, фу! Вышла покормить собаку и пошла в огород, потому что встала, было 3 градуса, ночью, вероятно, был мороз, и действительно, вот взяла, смотрите. Видите пары за рта? Взяла сейчас листья одуванчиков, они хрустят. Вот, короче, ночью был мороз. Зачем я вышла в огород? Помните, я говорила, что буду проводить эксперименты с перцами, оставлю их, ну, в этой, в агросчете, в чудо-теплице, там остались еще томаты, специально не выдернула. Но мне кажется, в этом году эксперименты не получатся. Вот представляете, у нас лето оборвалось очень резко, после этой жары сразу заморозки, и вот по хрустящим листьям одуванчика, я поняла, что сегодня был мороз, ну, минусовые температуры, вряд ли, наверное, в агросчете перец, и там в чудо-теплице томаты выдержат, но все равно, мы сейчас пойдем и посмотрим. После того, как наступили заморозки, у меня и чудо-теплица, и агросчит, все закрыто-прикрыто, потому что все-таки, даже если заморозки только на почве, все равно очень холодно. Сейчас я полностью не буду туда заходить, открою замок, потрогаю прям руками зелень, томатную и перца потом посмотрю, и сразу будет видно, замерзли они там или нет. Вот, я открыла немножко, тут сразу помидорка, ой, смотреть на нее жалко, представьте, она цветет, кругом мороз. Сейчас я, как всегда мой метод, я поцелую листик, и почувствую, какой он температуры, как вот с детьми мы делаем, лобик целуем, и видно, температурит ребенок или нет. Вот, она даже не очень холодненькая. Ой, это что тут? Белая, думала, белокрылка, что ли, может даже белокрылка осенью она. И вот, смотрите, я туда заходить не буду, конечно, чтобы холод не запускать. Томаты-то мы все обобрали, но вот эти вот верхушки зеленые, я не стала ни выдирать, ничего. Вот он, видите, вон он, они еще, ой, вот они они, они еще хотят свести. Я их сейчас закрою, буду мучить их дальше. Мне самое главное узнать, какие самые низкие температуры выдержат томаты, чтобы смело высадить потом весной. Вот сейчас, не знаю, посмотреть я не могу уже, какая была ночью температура, но то, что хрустит одуванчик, лист одуванчик, это значит, что был минус. Пар идет. Сейчас к перцам заглянем также потихоньку. Вот я подняла потихоньку полок, посмотрела, листья все целые. Они мало того, что целые, представьте, они еще спеют. Я оставляла только зеленые, ну, короче, все спелые я отбирала, оставляла зеленых перцев. Пока что они живые и еще даже спеют. Вот первые выводы, которые я сделала, при кратковременных минусовых температурах, при заморозках на почве и агрощит, и чудо-теплица, все-таки предохраняет растение. И смотрите, чтобы не быть голословной, я вот вам покажу сейчас траву. Видите, трава рядом. Инеем покрыта. Ну, это вот, кто опытный огородник, сразу поймет, вот это вот изморозь, это иний. Хрустящие. Трава хрустящая такая. Значит, минус хороший был. Это уже не ноль. Вот он. Серебрится иний на траве. Так что здесь вот, прям, вот я сижу около агрощита, ночью был хороший минус. Почему-то больше всего замерзли одуванчики. Вот на этом одуванчике, сейчас покажу. Прям серебрится снег. Ну, все, он уже, наверное, не отойдет. А, снежиночка. Короче, выкристаллизовалась жидкость вот на этом листике. Все, лето у нас закончилось. Остались только здесь и в Уральской теплице. Но там, в Уральской теплице, они тоже без плодов. Несколько кустов. Зимушка, зима идет. И вот после слоя я сейчас сижу, монтирую вот это видео, которое я сняла в 7 утра. И думаю, ну что, у меня до сих пор руки, ноги, нос не отогреется. Какая же все-таки температура. Произошла вот на сайт Яндекс, посмотрела. Сейчас это было, я снимала час назад в 7 утра. Сейчас в 8 утра всего 1 градус. А я вам сказала час назад, что было 3 градуса. Это значит, что я вас немножко дезинформировала. На улице еще холоднее, чем я думала. И вот ощущается, как минус 1. И правильно, что я сильно замерзла, пока собаку покормила и пока пробежалась по огороду. Значит, ночью точно была минусовая температура. К сожалению, теперь не узнаешь. Я не выходила же, не знаю. Но дело в том, что представьте, сентябрь у нас уже ночь минус. Первые заморозки. Вот поэтому мы торопимся пораньше посеять рассаду, пораньше высадить. Потому что сейчас, вот конец сентября, уже бесполезно каким-то растениям расти, но без укрытия. Вот в 8 утра плюс 1. Ужас. Ужасный. 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 Продолжение следует...